У пятой школы с утра столпотворение. В Липецке это один из самых больших пунктов проведения ЕГЭ. 255 человек из семи окрестных школ в управлении образования решили пойти на эксперимент. Это экономит и финансовые ресурсы, и людские ресурсы. Собственно говоря, это нормальный, хороший пункт, который работает. Все 18 аудиторий готовы. Камеры работают, организаторы на месте. Осталось справиться с волнением и выслушать последние наставления учителей. Все понятно? Не дергайся раньше времени, когда никто не умеет. Подумайте. То, что я вам все говорю. А дальше все подавно отработанной схеме. Проверка документов на входе, металлодетекторы и вновь проверка документов. ЕГЭ по русскому языку первый из обязательных экзаменов. Он нужен и для поступления в ВУЗ, и для получения аттестата. Набрать нужно всего 24 балла. Но для некоторых и это недостижимая вершина. Мне кажется, будет тяжело. Потому что читая то, что дети сейчас пишут в соцсетях, и как они это пишут, иногда пугаешься и просто думаешь, ты совсем забыл правило или как? К тому же в этом году изменились правила сдачи экзамена. Так из ЕГЭ по русскому убрали часть с выбором ответа. Теперь формулировать его нужно самостоятельно. Придется покорпеть и над сочинением. Темы неизвестны до последнего. Может попасть все, что угодно, зависит от текста. Мы же работаем с текстом, не дано отдельной темы сочинения. Надо самому выявить проблему, самому понять, о чем писать. И на все про все у сдающих 3,5 часа. Экзамен начинается ровно в 10. А до этого нужно успеть разнести материалы по аудиториям. На них особая система штрих-кодов. Причем сразу два вида. У каждого бланка свой индивидуальный номер и отличительные водяные знаки. Нельзя подделать. Или если мы сфотографируем или куда-то пошлем, то мы сразу распознаем, в каком регионе это сделано, в каком месте, в каком аудитории, на каком месте все это произошло. Результаты экзамена станут известны не позднее 17 июня. А уже в понедельник новое испытание. Школьники будут сдавать математику. Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК Новости.